Александра, добрый день, спасибо большое. Добрый вечер. Да, у нас добрый день, у вас добрый вечер, спасибо большое, что согласились на наше такое интервью. Для наших слушателей тоже расскажу, что у нас происходит. Давно, кстати, я не выкладывала видео, у нас в школе происходит много всего интересного. Мы изучаем не только японский язык, но и культуру Японии. Вот Александра, один из преподавателей нашей школы, и я захотела, чтобы вы смогли познакомиться, потому что я уверена, что многие подписчики наших соцсетей, YouTube-канала с Александром еще не знакомы. И мне бы очень хотелось вас представить и познакомить, и также рассказать, что у нас можно теперь не только язык учить, но и культуру Японии. Вот, Александра, пожалуйста, кратко представьтесь, расскажите о себе, чем вы занимаетесь. Вам слово. Да, здравствуйте, дорогие слушатели. Меня действительно зовут Барыкина Александра. Я докторант Тель-Авивского университета. В настоящий момент когда-то закончила МГУ имени Ломоносова, философский факультет, но при этом всю дорогу изучаю культуру и искусство, религию Японии. Так или иначе, всю свою долгую учебную жизнь, начиная с университета, с первого курса ЖЭ. Еще раз, в настоящий момент, я докторант Тель-Авивского университета и занимаюсь японским традиционным театром, в частности театром. Но пришла я в эту непростую тему именно через свои увлечения театром японским традиционным, о чем я читаю отдельный курс как раз у Дарьи на курсах, который вы сможете в какой-то момент, наверное, послушать. Да, вот как раз у меня вопрос на эту тему, потому что тема японского театра, я думаю, даже многие, кто изучает культуру Японии, не все как бы в эту сторону смотрят. И вот поэтому мне хотелось бы сегодня побольше порасспрашивать об этой теме и, наверное, первый мой вопрос, почему вызван интерес именно, ну, почему решили изучать эту тему японский театр и традиционный, да, что послужило причиной. Расскажите, пожалуйста. Да, ну, у меня есть, как говорится, красивая история. Я ее, наверное, и расскажу. На самом деле у меня в семье все всегда увлекались традиционным классическим театром, в частности, потому что мой папа был артистом балета и почти все свое детство я провела вот за кулисами, то есть с другой стороны постоянно находилась вот в этой атмосфере театра, театра именно классического, и для меня было само собой разумеющимся, что классика, в принципе, то есть что-то традиционное, так же, как, кстати говоря, и музыка классическая является частью современной жизни современного же общества, российского, по крайней мере, в тот момент. В Японии, когда я начала увлекаться японской культурой, я поняла, что если смотреть на балет классический в России, то, наверное, для Японии это театральная традиция танцевального, музыкального, масочного театра, конечно же, это но самое древнее, самое известное, я решила, что я буду делать исследование на эту тему, несмотря на то, что, конечно, классический театр западный и восточный — это совершенно разные темы, совершенно разный подход, стиль общения не только с аудиторией, но и с традицией своей собственной, потому что, если мы берем классический японский театр, то это постоянное повторение традиций, это что-то, что лежит в основе и самого стиля актерской игры, и каких-то тем и сюжетов, пробивания постоянно одного и того же тех же пьес, что кажется очень многим скучным, непонятным, неинтересным в современности. Ну, кажется, зачем заниматься традиционным театром, если там все время одно и то же. Так вот, скажу я вам, на самом деле, это очень полезное занятие для того, в тех целях, если вы хотите вообще что-то знать о современной популярной японской культуре, вам так или иначе придется узнавать что-то и о традиционном театре в том числе. Об этом, например, была недавно моя лекция про аниме и японский традиционный классический театр, где, надеюсь, я достаточно наглядно указала слушателям, что, не зная какие-то элементы классического японского театра, вы иногда их просто не считываете, не понимаете очень многого в той же популярной культуре, которую употребляют, я думаю, большинство современных людей, изучающих японский язык, так или иначе, в России. То есть вы можете увлекаться и литературой, может быть, 20 века, вы можете увлекаться манго, аниме, песнями, музыкой, так или иначе, на все это повлиял театр. Очень много непонятно, если вы не знаете какие-то традиционные театральные произведения. Ну, в частности, театр Но, Кабуки или, может быть, Ракуго, Бумрако, кукольный театр. Вот все это необходимо так или иначе знать для того, чтобы понять, в принципе, японскую культуру. И об этом, кажется, был отдельный вопрос, а я немножко забежала вперед. Ничего страшного, у меня кто-то вот еще один вопрос по ходу возник. Можно ли выделить какие-то основные отличия, может быть, западного театра и японского? И вот есть ли в этих отличиях, может быть, не только в приемах, но и как бы в мышлении? Можно увидеть, как мысли там? В мышлении, да. Япон. Безусловно. Самое главное и самое основное, пожалуй, что отличает современный западный театр от современного классического японского театра, несмотря на то, что есть исключения, это правило того, что для западной культуры, в принципе, все, что касается искусства, оно требует все время испытания канона, чего-то классического. Вы все время должны давать что-то новое зрителю. Мало поставить, вот вы хотите и дипо поставить в какой-то бесконечно миллионный раз то, что вот было когда-то в Древней Греции, думайте поставить снова на новой сцене, использовать совершенно новые приемы, новые голоса, на новом языке. Как-то, ну, все. Главное, это новизна. Новизна и так, чтобы поразить зрителя чем-то новым, несмотря даже на то, что это может быть классика с точки зрения сюжета или с точки зрения постановки. То же самое, кстати говоря, в опере. Очень часто бывает для современного зрителя, если не сделать новую постановку, на нее, скорее всего, и не придут. Очень редко, когда классический театр идет так, как его когда-то кто-то 2-3 столетия назад поставил эту постановку и совершил. После этого якобы она не менялась, это не так. Постоянно идут изменения, нововведения. Для Японии, если мы берем театр Но и театр Кабуки, сейчас самое главное, это то, чтобы поставить якобы так, как оно было поставлено еще в 14 веке, в начале 15 века, когда театр Но начинался, собственно говоря. И несмотря на то, что это на самом деле не так, это надо отметить всегда, то есть все равно театральная традиция постоянно меняется, постоянно изменяется и стиль постановок, и на самом деле темп их. Например, если мы берем древние пьесы театра Но, они длились полчаса. В современности это минимум час. Мы понимаем, что темп был другой, что на самом деле по современным исследованиям тоже мы это видим, и движения были иные, и настроения другие, хотя тексты остались те же самые. Вот это самое главное, пожалуй, что осталось. Классический стоп, пьес театра Но, которые неизменно до сих пор идут постоянно на японской сцене, то есть это то, что бесконечно будет повторяться без изменения. Вот изменения ни в коем случае невозможны в тексте. Этого, пожалуй, нет в западном театре. То есть мы можем увидеть Чехова, но Чехов, извините, да, давно произведение конца 19-го, начала 20-го века. Иногда Шекспира ставят до сих пор на языке Шекспира, но тогда сама постановка будет как-нибудь интересно обыграна в новых условиях, например, в современном городе, и все актеры будут как будто находиться здесь и сейчас на улицах вовсе даже не какой-нибудь Вероны, а Лондона, например. Это то, что, пожалуй, является главным отличием классического японского театра от классического западного, несмотря на то, что очень много все равно схожих черт. Так или иначе есть, но отношение к классике другое. Получается, японцы, они более трепетно, да, относятся к сохранению... Трепетно к традиции, к классике относятся. Несмотря на то, что эксперименты есть и в современной Японии тоже, безусловно. То есть, опять-таки, я это рассказывала немножко на своих лекциях и в своем курсе тоже упоминаю об этом, но... И немногие об этом знают, на самом деле, потому что, казалось бы, театр Но или театр Кабуки, если там все время классические пьесы, а что же мы тут как бы... Нового ничего они вроде как предложить не могут, но это не так. Постоянно ставятся Синсаку, Синсаку Но, Синсаку Кабуки, то есть новые пьесы для театра Но и для театра Кабуки, которые основываются на современных событиях, часто на современных каких-то сюжетах классических. Это могут быть классические сюжеты из западных стран, того же Шекспира на сцене театра, ну, например, ставили не раз, и в театре Кабуки тоже, и в театре Бунраку. А это могут быть не только классические сюжеты, но и современные какие-то из аниме, из современных манго-сюжетов. А есть какие-то примеры последних современных пьес на современный ладу? Да, самое последнее, если берем театр Кабуки, то вот сейчас я ехала в поезде, если что, я в Японии сейчас, я забыла сказать, на стажировке в университете Хосей. Поэтому, да, тоже занимаюсь современным театром в Центре исследований имени Ногами Тойо Итиро, исследование театра Ног, соответственно. И вот сейчас я ехала, соответственно, в поезде из университета непосредственно. И везде висели рекламы One Piece для Кабуки. То есть вот этот самый популярный аниме-сериал, который, ну, один из самых популярных, пожалуй, что и даже среди, мне кажется, российских зрителей. Вторая часть для театра Кабуки вот недавно была поставлена. Что только не делать с этим One Piece, надо сказать. Вот, кстати, интересно, Александр, наверняка ходили на какие-то представления. Не знаю, обращали внимание или нет. Ну, вот даже у нас в России такое ощущение, у меня лично складывается, может быть, оно неверное, что это больше театр, это для такого старшего поколения. Ну, мое личное субъективное мнение. А как в Японии обстоят дела, кто ходит на пьесы, кто увлекается театром? Ну, надо сказать, что во многом это соответствует действительности. То есть если мы придем в современный театр Нового, по крайней мере, и это будет не представление специально для новичков, то есть если вы идете на представление для новичков, которых очень много среди вполне себе дежурных каких-то, каждый месяц обязательно будет по два-три представления, которые даются для тех, кто ничего не знает о театре классическом, например, о театре «Но» или о театре «Кабуки», и приходят иностранцы на эти представления, для них специально есть субтитры, в наушнике что-то такое переводят, рассказывают, или, может быть, прямо на экранчике субтитры появляются когда-как. И вот на таких концертах вы в представлениях можете увидеть всегда молодых людей, школьников, студентов, иностранцев любого возраста. Если вы идете в небольшой театр где-нибудь на регулярные постановки, которые каждый месяц происходят, там все-таки большинство будут, особенно в театре, но большинство будут за 50-60 лет. Но обязательно будет еще некоторое количество молодежи, студентов очень часто, школьников реже, но чаще именно студентов, которые не просто так туда пришли, а для того, чтобы научиться правильно исполнять ту или иную пьесу. Почему это так? Потому что, как и любые другие виды японских искусств, театр является одним из... То же, что, кстати говоря, отличает сильно японский театр, театральную традицию от западной, пожалуй, что, потому что не так много людей, как, мне кажется, в России ходят на балетные школы, например. Ну, то есть это все равно очень популярная штука, так или иначе. Но в Японии вот примерно то же самое, наверное, касается театра. Но если вы хотите узнать, как правильно пробивать пьесы, если вам это интересно, вы вступаете в ваше большое количество букацу, то есть клубов по интересам в школе или в университете, где изучаете, каким образом, собственно, можно исполнять театральные пьесы. И вот таких людей в зале очень легко отличить от других, потому что у них всегда будут тексты пьес, они будут за ними внимательно следить. И это не только старички-старушки, это люди разного возраста, то есть люди, которые увлекаются театром активно, которые не просто пришли посмотреть на зрелище, а пришли для того, чтобы узнать, как вот правильно исполнять. И прямо вот сидят с карандашиком себе помечают, чего там делать. И это далеко не два-три человека. Иногда это чуть ли не ползало таких людей, которые просто вот... Вот они пришли специально для того, чтобы сравнить так правильно, вот посмотреть на своего сенсея, отметить, когда он там встал, когда поднялся, когда голову повернул налево-направо, где топнул ногой и прочее, прочее. Как из одной школы это отличается от другой. И это очень давняя традиция, историческая вполне себе. Японцы очень любили театр но, в частности, именно исполнять самостоятельно. Началось это достаточно давно, понятное дело, в 14-м еще веке, но сами патроны начинают, то есть самураи, которые становились патронами театра, достаточно рано они встались, с того же самого конца 14-го, начале 15-го века, эти люди начинают исполнять самостоятельно театр но, особенно активно это происходит в эпоху эда, то есть 17-го века. И с этого момента театр но становится чем-то, что не просто является зрелищем, а чем-то, что нужно исполнять самостоятельно, чтобы понять, что это такое. Вот это фишка очень японская. Чтобы понять, в чем красота и прелесть того или иного искусства, вы должны попытаться его самостоятельно исполнить. Вот никогда бы я не подумала, что кого-нибудь заставили исполнять балет, чтобы понять, в чем его красота, согласитесь. И в отношении японцев к поэзии, например. Да, да. Очень во многом. Люди начинают практиковать. Если ты там не умеешь вставлять стихи, то к тебе уже... Не поймешь, в чем требуется. Образованному человеку. А вот, кстати, тоже интересный вопрос. Мы говорили про связь с современной культурой, традиционной, в рамках театра. Можно ли перечислить какие-то основные приемы, актерские игры, которые из театра перетекли, например, в дорамы или в аниме? Есть ли там какие-то элементы? Заимствование, безусловно, есть. Я об этом как раз недавно читала лекцию, хотя, может быть, не так активно говорила про приемы, сколько про еще много разных элементов, которые заимствуются, в частности, в аниме, в дорамах, в манго и так далее. Но самый распространенный, пожалуй, это то, каким образом представляются главные герои, главные персонажи манго и аниме, которые ведут себя с точки зрения нормального человека непривычным, неестественным образом. Они всегда очень театрализированы. Мы думаем, что это особенность манго и аниме. Нет. Все эти приемы пошли еще с театра. Очень во многом пошли с театра Кабуки. Я вам, кстати говоря, не рассказывала. У меня нет здесь ничего, но сейчас покажу секунду. Где у меня платочек был? Нет, Лаша, представьте, что это платочек. Представьте, что это платочек. Что это значит? Давайте я вас спрошу. Вот наверняка видели, что девушка или мучка. А, закусывает, да, так вот? Закусывает платочек. Я видела, да. Какой-нибудь, действительно, значок еще рядышком, раздражение или такая, вы знаете, слезочка маленькая? Да, да, да. Вот что это такое? Это из театра Кабуки пришло. Вот этот образ женщины, которая переживает большую печаль, досаду чаще всего на своего кавалера, она обида какая-то внутренняя. Она же зажимает вот что-нибудь, какую-нибудь тряпочку обычно в зубах. И она там где-то случайно торчит. Или, может быть, волосы. Волосы еще часто. Вот этот вот образ, когда волосы в зубах. Откуда это, да? То есть вы, может быть, люди, которые часто смотрят аниме, или, может, исторические дорамы, где тоже этот прием тоже часто используется, надо сказать. Откуда это пришло из театра? Это театральный прием, который понятен японцам, которые знакомы со своей собственной традицией, в принципе, достаточно. И к этому языку условному они к нему привыкли. Для европейского зрителя это какая-то странность. Ну, как минимум. Зачем нужно вот, значит, тряпать в зубах какую-то тряпочку зажимать? Что это такое, да? То есть мы понимаем, что явно что-то не так с человеком. Но почему? Да, вот такой вот интересный условный язык. И таких примеров очень много, да? То есть зачем главные герои под громкие звуки колотушек встают в странную позу? Как-то вот глаза на выкате. Я не самозвездие во имя Луны. Вот это вот, да? Кими Деррифу в прошлый раз рассказывала, откуда это пришло тоже из театра Кабуки. Ну, и очень многие образы, очень многие сюжеты пришли из театра, что просто не всегда известно зрителям, но это на самом деле так. Мне кажется, это очень удивительная особенность японской культуры, как вот они сохраняют традиции, как эти традиции пронизывают и современную культуру. Да, да, это потрясающе. И это работает, это работает. Кажущаяся неестественность японцев, в частности, в дурамах, наигранность, она приходит от того, что театральная традиция была иная, от того, что способ передачи поведения актера на сцене, он отличался от системы Станиславского, где все должно быть, как это, не верю, ну-ка все переиграйте так, чтобы было как в жизни. Здесь не как в жизни, здесь вот очень много условностей. Мне кажется, это еще особенно заметно в дурамах, аниме, они все-таки нарисованные дурамы, там играют реальные актеры, и я вот до того, как смотрела дурамы, не была знакома с японским театром, всегда меня тоже уважало. Я думала, ну ладно, аниме, там они переигрывают, но как они странно играют в дураму. Вот эти… Громкий смех какой-нибудь, закатывание в голову. То есть неподготовленному человеку, кто с этим не знаком, это действительно может показаться странным, но удивительно то, что это все имеет определенные корни и причины, и как раз… Это все привычно. Японцы к этому, ну да, вот это мир, мир фильмов, мир кинематографический, мир театральный, он должен отличаться от реальности. Это тоже очень важная установка. Она отлична от западной, пожалуй. То есть то, что мы видим в кинотеатре, то, что мы видим на экранах своих, я не знаю, компьютеров теперь, да, не телевизоров, это что-то, что отличается от мира настоящего, где мы себя ведем иначе. То есть то, что вы смотрите в аниме, кстати говоря, часто язык, который вы слышите в аниме, это вовсе даже не естественный японский язык, на котором говорят здесь каждый день. Это тоже нужно помнить. Очень часто бывает, что запоминают современные любители аниме и манго какие-нибудь словечки и фразочки, от которых местные бабушки японские чуть ли в бомборок не падают, потому что… Не надо быть поаккуратнее. А из сериала в сериал они переходят, и они очень известны, особенно если что-нибудь для тинейджеров, типа Наруто, каких-нибудь для тех же One Piece, там одни и те же фразочки часто повторяются, и они на самом деле не используются в современной жизни. Это просто… Это просто вот этот вот стиль, этот язык, этот регистр языка, который существует искусственно для аниме, для анимации. И вот, да, поэтому не всегда и не все можно изучить по аниме, хотя это, безусловно, очень полезно. Получается, тоже одна из особенностей – это то, что, ну, как бы в западном театре, да, или даже в кино, там нужно создать, чтобы тебе поверили, да, максимально… Да, картинку такую. Она, конечно, может тоже сильно отличаться от реальности, можно сказать, что такое голливудские фильмы, да, и там тоже переигрывают, ну, грубо говоря, да, то есть вроде бы естественно, но на самом деле все как сказки. Да, и там тоже есть свои фишки, безусловно, и тоже не всегда в реальности скажут те же фразы, которые скажут какой-нибудь любовной комедии. Мы это понимаем, наверное. Но разница не столь велика, пожалуй, что… Ну, а у японцев, получается, цель другая, то есть у них цель создать свой мир, другой, своей атмосферы, чтобы, наоборот, он был не похож. И, наверное, там и музыка тоже, да, вот эта там… Музыка – это, да, я все время всем рассказываю про музыку, потому что не слышать этого, не понимать – это… Ну, и тоже мне каждый раз мои зрители напоминают про Эйзенштейна. Я тоже всем рассказываю про Эйзенштейна, про то, что человек, да, впервые создавший систему взрослого кино, взрослого монтажа для всего, считайте, мира, он вдохновился чем? Театром Кабуки. И, в частности, музыкой театра Кабуки, которая начинается еще до появления на сцене актеров, еще до того, как сцена вообще была освещена, вы слышите музыку, вы слышите определенные звуки, которые создают настроение. Музыка играет очень важную роль в театре, потому что это музыкальный театр. Что театр Но, что театр Кабуки, что театр Бун Раку, Раку Го тоже сопровождается, кстати говоря, определенными звуками и мелодиями перед тем, как выходит на сцену главный актер. Так что музыка играет огромнейшую роль по созданию настроения в фильме, по созданию настроения в театре, соответственно, тоже, потому что этот язык, он перенимался. Он не только в японских фильмах, он теперь по всему свету. Я не знаю, как вы живете, а я живу с музыкой постоянно, фоном у меня как-то. У меня, кстати, родился еще один вопрос, хотелось бы успеть спросить. Вот японский юмор, не знаю, можем мы про это говорить или нет, наверняка тоже есть что сказать. Например, вот тот же там Раку Го, да, японский стендап, так как вы его называете. Да, сид-даун-шоу я называю, потому что он не стоя, а сидя. Да, японский юмор, он же очень специфичный, это видно и в аниме, и в дорамах. А когда общаешься с японцами, такое ощущение, что они вообще не шутят, вот я имею в виду повседневные. Когда они шутят, они шутят. Это, конечно, уровень знания языка очень большую роль играет, но театр Раку Го и стиль того, каким образом шутят, ну, в частности, в театре Раку Го, или, например, на сцене популярной вроде Мансай, то есть таких восстановочных... Мы часто, на самом деле, видим это и на телевидении, и на сцене западной, то есть когда выступают отдельно артисты, иногда их двое, в случае Мансай это всегда двое людей. Осокский особенно знаменитый бар, один такой высокий, другой такой худой, другой толстенький, низенький, и они вдвоем шутят, и у них есть вот эти вот очень известные приемчики, которые почему-то действуют на японскую публику, и кажется, что это основа юмора, хотя на самом деле это не так. И если слушать их внимательно, прислушиваться к их длинным достаточно монологам, то мы все равно чувствуем всегда ритм. Вот это очень важно. И для Рокуго, и для Мансай, и для выступлений со сцены всегда существует система того, каким образом вы шутите, и в каком месте, и когда вам нужно довести зрителя до... Как это? До клаймакс, да? До... Пика. Пика, да, будем считать так. До пика веселья, когда вот сейчас будет основная шутка. Вот сейчас... И вот она, вот она ударила шуткой, и дальше еще как это постфактум, еще пару раз вы ее повторите. Вот это все пришло, в частности, из театральных стилей, ну, того же самого юмора, театрального юмора, который имеет тот же прием, что и в классическом японском театре, дёха-кю, когда вы начинаете медленно и постепенно, потом у вас есть серединная часть, которая более быстрая, а потом самый высокий быстрый темп, и тут, ну, как и случается, самое главное катарсис наступает у всех зрителей при максимальном темпе и музыки, и действия, и сюжетного вот разворачивания действия на сцене. В общем, со всех точек зрения то же самое работает и для каких-то сценариев, для японского юмора, если он со сцены производится. Если не со сцены, то очень много рассказов о том, что японский юмор не смешной. Ну, да, мой вопрос, непонятные, непонятные, ну, это вопрос, что смотрят люди. Заключается в том, насколько японский юмор понятен западному, ну, вот, там, да, западному зрителю. Все зависит, я бы сказала, от знания языка. Насколько вы глубоко знаете японский язык, и что вы можете воспринять, на каком уровне этот самый японский юмор. Японцы не шутят в обыденной жизни так, как мы шутим. То есть, например, также американская культура или английская культура, больше, мне кажется, англичане очень любят постоянно вворачивать хинику, иронию постоянно, выдавать на максимум, как-то друг друга подкалывать. Японцы будут друг друга подкалывать только когда это компания людей, друг друга знающих, которые понимают границы возможности подкалывания, когда это европеец, ну не важно кто, иностранец перед ними, они не будут делать те же самые приемы и шутки, потому что они не знают человека, они не знают, могут они его обидеть или нет какими-то своими. Иногда очень даже черным юмором, надо сказать, и вполне себе колючим периодически иногда, может быть глупым, но тоже вы не знаете, какое вы... Короче говоря, очень часто европейцы думают, что японцы не шутят, и иностранцы в принципе любые, потому что боятся японцы их обидеть как-то, или что они их не поймут. Когда люди долго живут в стране, когда понимают в достаточной степени язык, они чувствуют и юмор, и все, что достаточно все равно смешно и весело. Ну, если вы смотрите опять-таки те же, мне кажется, аниме-сериалы, где тоже вполне себе не всегда это тинейджерский юмор, если вы смотрите опять-таки аниме для тинейджеров 13-14 лет, к которым относится тот же самый One Piece, несмотря на то, что он популярен у всех, у него есть возрастной ценз. И он все-таки предназначен так же, как и тот же самый Наруто, он, правда, рос, ну да ладно, изначально для мальчиков, во-первых, для Шонен, определенного возраста. И мы должны понимать, что и юмор там будет соответствующий, как для наших тинейджеров, над чем они будут смеяться, ха-ха, какашка, смешно. Ну, то есть понятно, да? Это, правда, можно сделать смешно, и даже взрослый будет смеяться, но это будет не того уровня юмор, который появляется для взрослых. Мне почему-то, когда я говорю про юмор, почему-то вспоминают все время японские ТВ-шоу, над чем они там смеются. Да, они иногда очень странные, очень такие непонятные. У нас тоже есть такого рода шоу, мы просто их не замечаем. Мы думаем о том, над чем они смеются. То же самое стендап бывает, очень разные, надо сказать. Только что ниже пояса, и не пойми, о чем шутят, и какой-то более, как это, более глубокий, что ли, юмор, более интеллектуальный, он такой тоже встречается, что такое, что другое. Но я говорю, просто заметить это проще, когда вы хорошо знаете язык. Пока вы его хорошо не знаете, тут, конечно, тяжеловато бывает. Я согласна. Это пример того, что язык нужно знать очень хорошо, иногда сами японцы не понимают. Я согласна, потому что именно понимание юмора, это считается как бы высшей степень понимания. Да, да. Если ты понимаешь... Поэтому юмор есть везде. Он есть везде, есть на разном уровне, просто вопрос, да, что воспринять его сразу бывает тяжеловато, а то, что на поверхности, да, это какие-то тупое телевидение, как мы говорим обычно, что про свое, что про чужое в другой стране, оно чаще всего... Разные шоу, правда, бывают, но очень часто это... Хотела, кстати, заключительный вопрос спросить. Есть ли какая-то дорама или аниме, которая посвящена теме японского театра? Вот, ну, например, если кто-то нас сегодня послушает и ему захочет углубиться, да. Вот. Конечно, мы все, кстати, приглашаем на курс, который посвящен японскому театру, но я думаю, что будет еще интересно, если вы что-то посоветуете посмотреть и тоже приблизиться к этой теме. Да, я всегда и всем советую, мне кажется, один и самый главный, для меня, по крайней мере, за последние годы лучший, как мне кажется, сериал на тему театра, потому что другие были, но они не были, пожалуй, такими глубокими. это, да, Сёва Ракуго, что-то пропустила, Сёва Ракуго Синдзю, то есть самоубийство влюбленных по Ракуго в эпоху Сёва. Сёва Генрок Ракуго Синдзю. Он посвящен больше Ракуго, да, получается? Да, это про Ракуго, про театр Ракуго, но это одна из традиций, которая показана прямо вот исторически, достаточно на большом временном промежутке времени, на отрезке времени, где это действительно про театр, там действительно показаны актёры, которые действительно каждый день выступают на сцене, как это происходит и о чём они переживают, что вообще такое жизнь традиционного театра, очень хорошо можно понять через этот сериал с разных точек зрения, то есть там есть, конечно, и любовная линия, и линия дружбы, очень разные они все, но для меня, как для исследователя театра, очень важным было в частности то, каким образом они отвечали на вопрос, как с современным зрителем общаться традиционному театру, как достигнуть, достичь этих зрителей, их интереса, как его заполучить, и ответ, который там даётся, мне очень понравился. Посмотрите, узнаете. Спасибо, интересно, с удовольствием, потому что... Замечательно. Два сезона, оба прекрасные, я переводила отдельно уже для своего курса отрывочки из тех постановок, которые появляются в этом аниме, это опять-таки в качестве рекламы, видимо, скажу, что да, это очень увлекательно. Потом тоже сама обратила внимание в принципе на эту форму искусства, в частности, благодаря этому сериалу, потому что всегда боишься, боишься подходить к любой форме традиционного театра классического, потому что там, как это можно двумя-тремя, двумя ногами, двумя руками завязывать на очень долго, чтобы что-то изучить так досконально. Кажется, что это все очень долго, непросто, непонятно, язык тяжелый, но и есть точки входа. Вот в частности, такие аниме, они становятся очень хорошими примерами того, с чего надо начинать, когда вообще хотите что-то узнать о классическом театре. начните, посмотрите, вот это популярное, вроде бы казалось бы, ну, крайне интересное произведение, которое рассказывает о театре, но оно же и погружает в него сразу же, и оно интересное сразу же. То есть тут со всех сторон, мне кажется, прямо как это, подарочек с красной ленточкой. Мне кажется, еще очень здорово, что японцы умеют объяснять сложные вещи, как бы в игровом форме, там, в виде аниме, в виде комиксов, там, в различные учебники, которые в виде комиксов, нарисованных, это меня в Японии поразило. Как раз вот, кстати, в курсе про игровую культуру, да, про это рассказывали? Да, об этом тоже я рассказывала, и длинный был у меня курс на целое лето, все до сих пор не отойду. Но было, да, было очень интересно посмотреть с разных сторон на то, каким образом японцы, действительно играя, пытаются подать тот или иной материал, вообще как-то жить эту жизнь, в том числе, то есть через веселье, через развлечение, но постигать что-то очень глубокое, очень, на первый взгляд, непонятное и сложное, можно, в общем, очень разными путями, на самом деле, прийти к языку и к чему-то, что кажется, вот, да, японский язык уже, он очень многим кажется дико сложным, непонятным, иероглифы, икана, о боже, я умру, я не могу все это выучить, о чем все думают обычно начинающие, люди, которые начинают изучать японский язык, о том, что это, господи, зачем это надо, почему так сложно, что никто не придумал попроще, а потом приходят японцы с каким-нибудь опять, да, аниме-сериалом или мангой, которое очень просто все на раз-два-три вам раскладывает, вам становится интересно, жутко увлекательно, и вот благодаря этому, пожалуй, вы начинаете воспринимать что-то сложное через то, каким образом японцы это могут объяснить. Согласна. Я считаю, что этот подход как раз нужно тоже использовать в своей деятельности. Мне кажется, очень правильно. Тоже Александра на своем курсе использовала, я с удовольствием тоже слушала лекции, и мы тоже на курсах те же самые иероглифы, мы используем методы японские, когда это не сложные и страшные иероглифы, это целые образы, истории, картинки. И вот этот подход, мне кажется, надо к каждому внедрять в свою жизнь и как-то о сложных вещах говорить не сложно и как бы пафосно, а наоборот легко и с интересом. Главное, самостоятельно любить, мне кажется, то, о чем вы рассказываете, тогда это станет интересно и другим. Александра, спасибо большое за увлекательную беседу. Я надеюсь, что те, кто не знаком был сегодня с темой театра, захотят узнать о ней побольше, будут, по крайней мере, знать про связь театра и современной культуры. Я благодарю. Ну, а кто хочет еще с Александрой и дальше повзаимодействовать, у нас Александр читает много интересных курсов. Следите за анонсами. Следите. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.